Ну, пробуем! Автоланч! Теперь без всяких задержек, только на одних экспертонах. Последние доработки моего самолета DART 250G. Так, я в очередной раз перепечатал крепеж заднего отсека. По-хорошему, нужно было покупать эту антенну с угловым расположением разъема, тогда можно было бы антенну вывести вниз. Но тогда есть риск повредить ее при посадке. Так, вверху она более защищена, но, конечно, может кронироваться двигателем, электроникой при дальнем полете и мешать видеопередаче. Но на близких дистанциях качество сигнала прекрасное. Меня полностью устраивает. Далеко я пока еще не летал. Плюс так видеопередатчик лучше обдувается воздухом, охлаждается. Вот, чтобы разъемчик как-то зафиксировать, напечатал вот такую штуку с фиксацией MMCX разъема. В заднем отсеке у меня располагается, значит, OSD-шка в виде модуля micro-minimal SD, так как у меня PixRacer и в нем нету встроенного OSD. У меня есть стоковый регулятор, я с него использую BEC для питания сервоприводов. Видеопередатчик E-Chain TX805 имеет у себя 5-вольтовый стабилизатор напряжения. Я использую его, чтобы питать micro-minimal SD. Как бы можно было его питать и от полетного контроллера, но что будет пропадать лишний стабилизатор? Я решил его использовать для питания как раз этой вот OSD-шки. Еще один стабилизатор, который находится вот здесь у меня, красненький, там, наверное, не видно будет, но он там есть. Он запитывается у 12 вольт, которые приходят на регулятор и питает всю авионику. Полетный контроллер, GPS, приемник. Вот здесь под термоусадкой находится датчик тока, такой миниатюрный. Я его подключил напрямую, без всяких делителей, поскольку, чтобы напряжение там превысило 3,3 вольта, нужно ток, наверное, ампер 40 подать через него, что никогда на этом самолете не будет. Поэтому я подключил напрямую. В случае же с коптерами, конечно, лучше цеплять через делитель, потому что при большом токе тут может быть большое напряжение на выходе. А контроллер у нас STM32, и на нем максимально можно подавать только 3,3 вольта. Так, переходим к носу самолета. Здесь у меня располагается грузовая камера, совмещенная с HD-рекордером Caddx Baby Turtle. Проводочки я пропустил вот по этому борту. И одна коса приходит на полетный контроллер, на 6-й PWM выход для управления включением-отключением камеры. И второй пучок проводов идет к микро-миниму SD. Это сигнальный провод, земля, и питание идет на регулятор. То есть вся проводка у меня сводится к регулятору. Это очень важно. С точки зрения помех крайне важно, чтобы вся земля сходилась в одной точке. И она как раз у меня сходится вот в точке регулятора. Также к регулятору подпаян low ESR конденсатор. Это тоже важно для гашения помех. Особенно по видео. Без конденсатора у меня были адовые помехи, когда я газ поднимаю более 50-60%. Кнопочка сейчас никак не работает. Я там пытался передатчик по-другому класть. И эту кнопочку хотел заменить вот этой кнопочкой, точнее продублировать вот эту кнопочку этой кнопочкой. Но с другим расположением передатчика у меня ничего не вышло. Я в итоге вернулся к этому, к стоячему положению. Так, переходим к низу. Тут я ленту приклеил. Так, для красоты. Здесь у меня расположился GPS с магнитометром в этом крыле. Так я уложил провода. То есть я просто врезался в пену и поставил его, сориентировав по курсу. Там как стрелочка должно быть, чтобы никак его не вращать в прошивке. Чтобы как вот есть, он так и есть. Вот. А в другое крыло врезал приемник R9MM. Вот таким вот образом антенну уложил. И также питание и подключение приемника. Приемник подключен по S-басу, а телеметрия подается по S-порту. То есть на F-порт я его не перепрошивал. Потому что не вижу целесообразности на VIX RACER использовать F-порт. Поскольку все равно на VIX RACER имеется выделенный порт под FRSK и телеметрию, который я использую. И почему бы его не использовать. Да, это лишний провод получается, но я в принципе ничего не выигрываю тем, что если перешлю на F-порт. Далее, как вы можете видеть, я развернул вертикальные стабилизаторы в обратную сторону. Есть мнение зарубежных коллег, что такое положение стабилизаторов повышает курсовую устойчивость. Повышает устойчивость по роллу для летающего крыла. Я пока, если честно, не заметил какого-то улучшения устойчивости. Но еще полетаю, понаблюдаю. Обратная сторона медали, это, как опять же говорят зарубежные коллеги, снижение небольшой эффективности крыла. То есть загнутые крылья эти, загнутые эти стабилизаторы вовнутрь, создают некую воронку, импеллер, через который там сужается проходящий поток воздуха и более эффективно винт работает. Но это предположение опять же. Я пока что не заметил какого-то улучшения стабильности и уменьшения эффективности. Но, может быть, оно и есть. Понаблюдаю. Напечатал вот такой усилитель для крепления батареи на 3D принтере, потому что я тут накосячил. Приклеил сначала велкро, самоклеящуюся эту липучку. Потом она оторвалась вместе с куском пенопласта. Там развалась дыра. Я потом приклеил вот этот TM Dual Lock на заплатку. В итоге она тоже стоит заплаткой и опять же с куском пенопласта оторвалась. В итоге я там заполнял каким-то клеем. Потом эту фигню распечатал. Короче, нос в итоге сейчас довольно-таки сильно тяжелый получился. По-хорошему нужно делать протез. Вырезать полностью такой прямоугольник, этот косячный. И вставлять сюда заплатку какую-то. Не знаю пока. В принципе, на батарейке 1300 мАч в центровку нормально попадаю. Но более тяжелый будет очень сильный перевес из-за того, что я тут веса нагнал на нос. Ну ладно, пока что. И так сойдет. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok